Каким образом у нас горные породы выглядят под микроскопом? Вот у нас на рисунке здесь показано, каким образом мы видим макроскопическую горную породу. Как мы ее держим в руках, как мы ее видим в глазах. Здесь у нас представлен гранатовый амфиболит. И каким образом он у нас выглядит под микроскопом? Вот вторая картинка. Эти зерна большого размера. Здесь нам уже видны какие-то царапины, какие-то трещины. Здесь нам видны более крупные, они осеневидимы глазу. Здесь мы отчетливо видим, каким образом они друг с другом соотносятся. Какого минерала больше по проценту мы можем под микроскопом посчитать. Мы можем, если мы сомневаемся на глаз, определить, какой именно это минерал. И специальные есть, существуют методики. Даже вот эти трещинки, они тоже нам говорят много. Все это исследуется под микроскопом. Так вот, что, каким образом мы исследуем? Мы же не можем под микроскоп положить огромный кусок горной породы. Да, вот в руке он у меня лилит большой, мы его не можем положить. Для этого используются специальные тоненькие пластиночки, которые называются шлифами. Шлиф, вот он у нас показан на рисуночке. Видите, на стеклышке наклеена горная порода. Итак, что такое шлиф? Шлиф у нас переводится с немецкого шлифованный или полированный. Прозрачный шлиф. Значит, тонкая пластинка горной породы, вот она у меня темненьким здесь показана, или минерала, который приклеивается на стекло. Стандартный петрографический шлиф имеет толщину 0,03-0,02 мм. Представляете, какой он тоненький? Сотый миллиметр. Он приклеен, значит, специальной смолой, которая называется канадский бальзам. Почему специальной смолой? Потому что, когда мы исследуем минералы, нам необходимо знать преломление вот именно вот этого вот вещества. Канадский бальзам мы знаем, какое у него преломление. Поэтому используется специальный бальзам. Не просто обычный клей, неизвестный нам, а специальный раствор, который называется канадский бальзам. Сверху этот кусочек горной породы, он у нас покрывается тоненьким стеклышком. То есть основное стекло толстое и сверху тоненькое-тоненькое вот так вот стеклышко покрывается. Для чего это делается? Ну, это делается для того, чтобы у нас порода, получается, заключена между двумя стеклышками, чтобы она просто не разрушалась, не царапалась, ну, чтобы никаких механических повреждений не несло. Что мы делаем дальше? Вот у нас есть шлиф. Специальные лаборатории, которые их изготавливают, которые их шлифуют, это тоже очень тонкая работа, потому что 0,02 мм, 0,03 мм, это очень тонкая работа. Иногда шлифы царапают, иногда они получаются с дырками, но это плохого качества. Ну, вот когда у нас получился вот такой вот шлиф, либо лаборатория нам его дала, мы его ложим под микроскоп. Уложим это стеклышко под микроскоп, и когда смотрим в микроскоп, мы с вами видим вот такую вот картину. Очень часто в интернете вы, когда будете вбивать шлиф, такие вот слова, вы будете видеть вот такой вот круг, и в нем какие-то минералы, какая-то горная порода, либо минералы. Почему это? Потому что, ну, понятно, линза, микроскоп у нас круглый, да, поэтому у нас круг. Это не значит, что у нас эта горная порода наклеена в виде круга. Нет, это потому что фотография в данном случае с микроскопом, потому что линза у нас имеет круг, круглую форму. Так вот, это шлиф. Следующий способ изучения шлифы у нас, я забыла сказать, шлифы у нас исследуются в преломленном свете, то есть когда полностью просвечивают его, полностью, потому что он очень-очень тоненький, да, и он просвечивается. Полностью его просвечивают и исследуют. Когда мы говорим про аншлиф, такое же слово, только есть аншлиф. Что такое аншлиф? Аншлиф – это горная порода, кусочек горной породы, который отполирован с одной, либо с двух сторон. Это, иначе ее называют, полировка. Он у нас исследуется в отраженном свете, не в проходящем свете, как аншлиф, как шлиф, да. Шлиф у нас в проходящем свете, то есть свет просвечивает через него. То аншлиф у нас в отраженном свете, потому что плотная порода, да, она достаточно толстая, она не просвечивает. То есть в данном случае у нас горная порода не прозрачная никакая. Получается, на нее попадает свет, он не может пройти сквозь него, да, он не проходящий, а он отражается назад. Поэтому мы его исследуем в отраженном свете. Мы можем его исследовать под микроскопом поляризационным в отраженном свете или под бинокулярной лупой. Это своего рода микроскоп или даже своего рода лупа, точнее будет сказать. Просто очень во многократ увеличено. Это у нас тоже пример аншлифа. В данном случае он имеет круглую форму, потому что сделан он из какого-то керна. Керн – это когда производят бурение. Очень часто, если это колонковое бурение, то из скважины достают вот такой вот столбик горной породы. Они такие очень длинные, метровые, двухметровые, в зависимости какая труба, длина трубы бурильной. Вот это вот, его получается спилили, этот керн, его отполировали, он стал полировкой, он стал аншлифом. Его точно так же можно положить под микроскоп и изучать, либо под бинокуляр, либо лупой его можно изучать. Значит, это то, что касается у нас горных пород, которые стементированы, которые плотные горные породы. Но у нас еще бывают рыхлые горные породы. Рыхлые горные породы, перед тем, как их изучать, из них делают так называемые искусственные аншлифы. Их специально, специальное вещество, канифолию их цементируют. Пихтовым бальзамом или иной смолой, в общем, есть специальные такие смолы, специальные вещества для цементации. Их просто ложат в какую-то такую емкость, чаще всего такие кругленькие, как чашечки такие, и его, получается, цементируют. Потом, когда он застывает, этот аншлиф начинает точно так же под микроскопом изучать.